Институт транспорта и связи всегда имел замечательное отношение с работодателями. Наши партнеры постоянно обращаются к нам с просьбой подобрать для них специалистов в самых разнообразных отраслях. Нам оказывают помощь и для устройства наших студентов на практику. Наши партнеры помогают рецензировать новые разработанные нами учебные программы, а также приходят и участвуют в аккредитации. Поэтому, когда к нам обратилась данная конкретная международная логистическая компания с просьбой отобрать несколько самых лучших кандидатов на работу в должности аккаунт-менеджеров, мы были к этому готовы. В данном случае мы решили не просто провести собеседование и почитать CV, а использовать самые современные технологии работы с отбором персонала. Мы решили провести специальный конкурс. Для этого мы пригласили наших знакомых специалистов, которые имели опыт работы в данной области и являются ведущими организаторами так называемых организационно-деловых игр, технологию которых мы и использовали в данном конкурсе. Все было подготовлено, организовано и конкурс прошел 2 февраля этого года с большим успехом. Компании потребовались специалисты, так называемые аккаунт-менеджеры. Это люди, которые должны контактировать с постоянными важными клиентами компании и решать их все вопросы. Такие специалисты сегодня нужны всюду и в компьютерном деле, и в логистическом, всюду, где есть обслуживание клиентов и где есть необходимость перевода потребности клиента на язык специалистов компании. Специалисты такого рода должны обладать выраженными коммуникативными способностями, понимать уметь партнера, уметь его чувствовать, уметь общаться. И весь конкурс был построен на выявлении именно таких специалистов. Принципиального значения образование не имело. И поэтому на конкурс пришли выпускники и Балтийской международной академии, и Рижского технического университета, и Латвийского университета. Зачем только теологам понадобилась эта работа, я с трудом понимаю. Ну, бывают, ошибся при выборе специальности. И, конечно, студенты Института транспорта и связи. Технологии конкурса отработаны очень давно. Методология его зиждется на разработанных еще 80 лет назад принципах организации деловых игр Марии Мироновны Бирштейн, которая до 1938 года успешно их проводила в Ленинграде, а потом отправилась в известные места для тех лет. Потом эти игры и такого рода методы были подняты Американской Ассоциацией Менеджмента, а в 70-е годы широко распространялись и в Советском Союзе. На конкурсе были организованы различные ситуации взаимодействия между участниками конкурса, и в этих ситуациях они проявляли свои коммуникативные качества. Поскольку компания требовала английский и русский язык, то некоторые задания, в частности, деловое письмо, как задания, так и тексты, исполнялись на английском языке. Какие-то остальные задания исполнялись на русском. Пожалуйста, для начала расслабьтесь. Все самое страшное уже позади. Гололед, дорога. Сам факт вашего присутствия здесь уже выделяет вас из тех, кто подал CV, но по разным причинам или предлогам решил сюда не приходить. Вот, пожалуйста, это имейте в виду, что у вас в характере уже кое-что есть, отличающее вас от других. Вам будет предложено несколько испытаний таких, ситуаций, как в жизни. Какие-то из них вам покажутся комфортными, какими-то дискомфортными. Вы не расстраиваетесь, это так и придумано. Чтобы вам было нехорошо. Ну, а кто как поведет себя в этой ситуации, это уже дело десятое. Это дело его личных качеств. Природа. Как мы создавали конфликтные ситуации? Представьте себе, что за столом сидят четыре человека. И на завтра им надо назначить день, время проведения совещания. За каждое время каждый из участников получает баллы, неизвестные остальным участникам. От четырех до одного. Время проведения завтрашнего совещания может быть только одно. Кто из участников сколько баллов получит за это совещание, они не знают. Вот им надо договориться о времени проведения совещания, а победитель тот, кто получит максимальное количество баллов. Вот именно эта ситуация, она и конфликтна, и некомфортна для участников. И многим кажется, что она надуманна, потому что они вынуждены действовать в ситуации конфликта интересов и пытаться найти общее решение. Здесь могут быть много тактик, но побеждает, как правило, тот, кто не просто напорист, ну с ним не согласятся и все, а кто умеет провести стратегию. В конкурсе был уникальный участник, который набрал 14 баллов из 16 возможных. Это значит, что минимум в трех случаях он получил 4 балла, максимальное количество, и участники согласились с его выбором. Можно это продавить в переговорах с 16 разными людьми? Нет, у него наверняка была некая стратегия, в которой он выслушивал одного, выслушивал другого, выслушивал третьего, присоединялся к одному, потом вдруг передумывал, присоединялся к другому, потом эти двое присоединялись еще к чему, потом возникал еще конфликт, и наконец он его, видимо, предлагал разрешить, предлагая другое время. Я думаю, что техника была такая, она, как правило, и ведет к успеху. В числе победителей только один студент выпускного курса, остальные все уже работающие. Видимо, у выпускников уже есть места работы. Я знаю, что уже состоятся встречи победителей с руководством компании, личное знакомство, интервью и окончательное определение работников.